Я приветствую подписчиков и новых зрителей на канале Видеомонтажник. Итак, вы решили сделать тату, как у вашего кумира, либо наоборот, эксклюзивное, отличающееся от других. А может быть, решили узнать реакцию мамы на ваши фото с татуировкой. Ты что, с ума сошел? Тогда это видео для вас. Немного забегая вперед, скажу, что нанести тату на фотографию очень просто и очень быстро. Если бы не определенные тонкости и нюансы. Для начала нужно скачать эту самую татуировку. Вводим в поисковике Tattoo PNG и получаем огромный выбор различных татуировок, как простых черных, так и цветных. Для нанесения на фото это значение не имеет. PNG в данном случае подразумевает изображение на прозрачном фоне. Можно скачать и на белом фоне. Там немного отличающаяся технология. Я скачал вот такое. Оно у нас два в одном. Во-первых, данное изображение на прозрачном фоне, как многие образцы, которые вы можете скачать. Но кроме того, часть изображения у него белая. Открываем изображение. А именно фотографию, на которую мы планируем добавить татуировку. Вот такая у нас красивая девушка. Сделаем ее еще красивее. Открываем новым слоем изображение стату, то есть нашу розу. Файл открыть как слои. Розочка добавилась. Немного больше размером, чем нам надо. Используем инструмент «Изменить» и изменяем масштаб. А также сразу сдвигаем изображение в нужное место. Часть изображения вышла за границы. Воспользуемся ластиком с размытыми краями. Тату добавлено. Если бы это было одноцветное черное изображение, мы бы больше ничего не делали. Но белая часть на картинке делает его каким-то неестественным. Логичнее, если бы в этом месте был цвет тела. Что делаем? Выделяем слой стату и применяем к нему режим смешивания умножения. Теперь смотрится естественно. Если черный цвет кажется слишком черным, контрастирующим с основным изображением, можно немножко уменьшить прозрачность. Применение данного режима смешивания умножения касается всех изображений на белом фоне. Если вы хотите изменить цвет, например, на классический синий, переходим в цвет, тонирование. Здесь выбираем синий и подбираем подходящий тон. Давайте откроем другую фотографию. Вот такая спортивная девушка. Она стоит немного изогнувшись. Может показаться, что совсем чуть-чуть, но обратите внимание вот на эту и вот на эту точки. Разница в смещении нижней точки по отношению к верхней существенная. То есть у нас идет изгиб тела по дуге, главным образом в районе поясницы. Добавим сюда тату. Дракон у нас расположился поверхности. Недавно я делал видео, как увеличить мышцы и не только на фотографии. Там, кстати, я рассказываю скабрезные шутки, матерюсь и играю на гармошке. Очень рекомендую. Думаю, вам понравится. Так вот, в том видео мы использовали инструмент искажения. В данном случае тоже можно воспользоваться этим инструментом. Если что-то сильно переисказите, ничего страшного. Ведь делается это все-таки не для паспорта, а для развлечения. Но мы сегодня сделаем нужное нам искажение при помощи другого классного инструмента преобразования по рамке. Выделяем наш слой с драконом. Выбираем инструменты, преобразования, преобразования по рамке. Сейчас мы зададим фигуру, которую будем искажать. Формально это будет прямоугольник, но будет состоять он из шести точек, а не из четырех. Две неугловые точки расположим в месте наибольшего изгиба, чуть выше. Его хорошо видно на фото. После того, как выбрали места с шести точком, нажимаем на начальную. Рамка сделана. Делаем изгиб дракона. Две нижние точки сдвигаем вправо и немного вниз, тем самым имитируя изгиб тела. Тату может вылезти за пределы. С помощью средних точек корректируем. Изгиб сделали. Теперь при помощи нашего любимого ластика стираем ненужное. То, что оказалось поверх джинсов. Все, работа сделана. Но бывают случаи, когда человек на фото расположен под углом камеры. Или вообще лежит. Для этого мы воспользуемся другими инструментами искажения. В частности, у нас есть специально для таких случаев инструмент перспектива. Но и это еще не все. В арсенале GIMP имеется совершенно секретный, только для подписчиков моего канала, инструмент 3D преобразования. Здесь мы располагаем рамку под таким углом, под которым изменено положение тела. Повернут человек боком, повернем также тату. Надо положить, положим. Можно двигать за саму рамку, либо регулировать ее положение, изменяя цифровое значение. А у меня на сегодня все. Кому понравилась тату, либо изгиб тела, обязательно поставьте лайк. Всем спасибо, всем пока. Продолжение следует...